Свадебным лимузином в наше время никого не удивишь. Чтобы произвести впечатление на гостей, нужен как минимум танк, покрашенный в белый цвет, разумеется. В Англии такой праздничный транспорт пользуется большой популярностью. Скажите, насколько сильно вы любите пиццу? А то вот один парень любил ее так сильно, что решил на ней жениться. Как долго просуществовал союз счастливых молодоженов, не уточняется. Когда речь заходит о сказочной свадьбе, люди почему-то представляют себе какую-нибудь золушку, но эта пара решила пойти по иному пути. Они пришли в ЗАГС в образе Фионы и Шрека. Привет, с вами канал Фактория. Вот и выросло поколение людей, все детство игравших в Майнкрафт. Стоит ли удивляться, что свои свадьбы они теперь оформляют в кубическом стиле? У поклонников комиксов церемонию может проводить Бэтмен. Но почему бы, собственно, и нет? Да и жених в костюме Джокера смотрится вполне органично. Любители экстремальных ощущений могут сочетаться браком, одновременно занимаясь бейс-джампингом. Это нечто среднее между спортом и развлечением, когда вас привязывают за ноги специальной резинкой и скидывают с высоты. Те, кто отчаялся искать свою вторую половину, могут последовать примеру этого парня и жениться на собственной подушке. Тут, конечно, тоже нужно подходить к выбору ответственно, но все-таки найти подушку гораздо проще, чем подходящего человека. Молодожены мечтали отпраздновать день свадьбы в невесомости. Но, естественно, на орбиту Земли их никто не пустил, тем более вместе с гостями. Зато они смогли организовать свадьбу на борту специального самолета, где невесомость может ощутить любой желающий. Вот в жизни обычный человек, а в душе ощущает себя мушкетером. Ну и где еще продемонстрировать свою истинную натуру, как не на собственной свадьбе? У меня нет объяснений происходящему на этой фотографии. Что они хотели сказать с такими нарядами? Может быть, это свадьба фотографов? Хочешь быть женой генерала? Выходи замуж за лейтенанта. Но при этом будь готова, что свадебное платье у тебя будет камуфляжной расцветки, да и вообще атмосфера на свадьбе будет буквально боевая. Неужели кому-то действительно пришло в голову, что байкеры могут поехать на собственное бракосочетание, как обычные люди на кортеже автомобилей? Конечно же нет, и вообще невеста на байке смотрится очень стильно. Люди сейчас столько времени проводят в компании своих смартфонов, что никто особенно и не удивился, когда мужчина специально приехал в Лас-Вегас, чтобы жениться на... на собственном смартфоне. Гаджет был наряжен в белый чехол и всю церемонию стоял на специальной подставке. Дальнобойщики – это совершенно особые люди, которые проводят в своих грузовиках столько времени, что начинают считать их вторым домом. Так что нет ничего удивительного в том, что в ЗАГС они едут тоже на этих же грузовиках. А еще вместо свадебного кортежа можно использовать колонну сельхозтехники. Трактор – это, конечно, не так стильно, как белый танк, но тоже неплохо. Свадебный Зил – это вообще находка! Это самый настоящий кабриолет получается! Еще и с возможностью быстрой выгрузки гостей из кузова. И вообще на дворе 21 век, борьба за экологию, за технологии. Если уж не хотите идти на собственную свадьбу пешком, то можно доехать на гироскутере. А эта парочка решила устроить вампирскую свадьбу и пожелала обменяться кольцами, лежа в специально изготовленном двухместном гробу. Абсолютно ничего не мешает устроить свадьбу в средневековом стиле. Особенно если у вас найдется достаточно друзей, настолько же увлеченных, чтобы поддержать вашу идею. Если у вас тоже есть интересные фотографии, которыми вы хотите поделиться со всеми, присылайте их по ссылкам в описании. Можно попробовать превратить собственную свадьбу в настоящую зимнюю сказку, проведя торжественный обряд во дворце, сделанном из чистого льда. Жених мерзнет, невеста мерзнет, все гости тоже мерзнут, но зато красиво-то как. В который раз убеждаюсь, что с фанатами «Звездных войн» лучше не связываться. Уж очень они сильно увлекаются. Даже собственная свадьба у них больше напоминает костюмированный спектакль, чем привычный праздник. Житель Тайваня женился на мертвой девушке. История на самом деле не веселая. Она погибла в автокатастрофе, не дожив до собственной свадьбы. Поэтому свадьбу и похороны решили совместить. В 2003 году жених участвовал на собственной свадьбе в виде картонного манекена, поскольку сам он в это время находился на околоземной орбите. Что поделать, работа у человека такая, космонавт как-никак. Всем знакома Эйфелева башня, прекрасный символ Парижа. А вы в курсе, что она вообще-то жената? Не так давно гражданка Америки объявила, что хочет замуж за Эйфелеву башню. И даже взяла ее фамилию, чтобы все было по закону. Когда свадьбу устраивают настоящие фанаты комиксов, это выглядит всегда немного странно. С первого взгляда и не поймешь, то ли это обычная церемония, то ли утренник в детском саду с аниматорами. А эти ребята решили неплохо сэкономить на свадебных нарядах и пошли к алтарю в нарисованных. Гримеры нарисовали подходящую одежду прямо перед церемонией. Друзья, подписывайтесь на мой новый канал Видеомикс. Там вас ждут смешные ситуации, пугающие истории и многое другое. Переходите по ссылке в описании под видео и оцените канал Видеомикс. Спасибо! Ну а я продолжаю! 27-летний житель Японии женился на персонажа компьютерной игры. В реальности церемония была довольно скромной, всего 30 человек, зато в интернете за происходящим наблюдали несколько тысяч, ведь все транслировалось онлайн. Эту девушку зовут Прекрасное Создание. Такое вот необычное имя, которое она сама себе выбрала. Но, видимо, такое прекрасное создание решило, что на земле нет подходящей пары, поэтому она решила жениться сама на себе. А это неплохой лайфхак на случай, если и жених, и невеста не отличаются природной красотой. Надевайте на невесту противогаз, на жениха защитную сварочную маску и проблемы, как не бывало. Любители дайвинга естественно предпочитают заключать браки под водой. Это действительно очень удобно, ведь никаких длинных речей слушать не придется. Понятия не имею, что должно происходить в голове у людей, чтобы они решили пожениться в костюмах цыплят. Нет, поймите правильно, это все, конечно, забавно, но ведь как-то они до этого додумались. Почему цыплята? А не динозавры, к примеру? Почему бы не скрепить свой союз узами брака во время прыжка с парашютом? Зато среди гостей будут сплошь отважные и здоровые люди, которые смогли решиться на прыжок вместе с молодоженами. Вообще, у людей какая-то странная тяга к высоте в день свадьбы. Вот эта китайская пара решила поклясться друг другу в вечной любви на высоте 20 метров. Если вы думали, что заядлые лыжники отменят свой лыжный поход из-за какой-то там свадьбы, то вы сильно ошибались. Свадебные наряды походу не помеха. Да что там свадебные наряды, даже июль месяц не помешает, если вдруг лыжники решили устроить свадьбу летом. Каждая девушка мечтает найти своего рыцаря, но, кажется, не каждая готова к тому, что он на свадьбу придет в настоящих доспехах. Некоторые считают погружение в ледяную воду настоящей пыткой, а некоторые вот свадьбу празднуют прямо в замерзающей реке. Молодожены не смогли найти, где провести торжественную церемонию, поэтому решили отпраздновать собственную свадьбу в общественном туалете. А вы знали, что у Джека Воробья... Кхм, простите, у капитана Джека Воробья была свадьба? Не совсем такая, как представлялась, конечно, но уж какая получилась. Как настоящие велосипедисты могут отметить собственную свадьбу? Естественно, велопробегом. И опять же, на лимузин не надо тратиться. Видимо, эти ребята поняли фразу «пока смерть не разлучит нас» слишком буквально и пригласили ее к себе на свадьбу, чтобы ввела церемонию. Один гражданин Китая решил, что единственный человек, достойный брака с ним, это он сам, поэтому он женился на собственном портрете. Видимо, эта пара решила, что их свадьба будет слишком грустная, поэтому попросила священника примерить костюм клоуна, чтобы гости случайно не расплакались. Это свадьба для настоящих экстремалов. Священник вместе с женихом и невестой стоят на крыльях трех разных самолетов. Единственное, что их объединяет, это стальные нервы. Девушка без памяти влюбилась в главного героя фильма «Сумерки». Но поскольку оригинал ей не грозил, она не расстроилась и вышла замуж за его картонную копию. Англичанка решила, что ей на всей земле ближе всех ее пес, поэтому следует выйти за него замуж, что она успешно и выполнила. Если вы категорически не хотите видеть людей на своей свадьбе, то вам нужно отправляться в Японию, где браки уже давно и успешно регистрирует робот. Если уж все равно устраивать свадьбу, то почему бы не установить заодно какой-нибудь мировой рекорд? Ну, например, сшить платье со шлейфом длиной 200 метров, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса. А у этого мужчины жена бревно, ну, точнее, дерево. Кстати, таких жен у него много. Это деревья разных видов в разных уголках планеты. А пока на этом все. Подписывайся на канал и присылай мне свои интересные фото. Все ссылки в описании под видео. А кнопка подписаться на канал должна быть серой, а не красной. Серой, не красной. Нажми на нее, если она красная, Энна тут же станет серой.